50 человек ежедневно приходят сдавать экзамен на права в Самарской РЭО ГИБДД. С 1 апреля этого года удостоверение категории «Б» можно получить, пройдя два этапа сдачи экзамен, а не три. Первый – это теория. Будущий водитель на компьютере отвечает на 20 вопросов, на каждый дается по минуте. Если экзаменуемый допустит одну или две ошибки в разных тематических блоках, то ему дадут пять дополнительных вопросов. Экзаменационный класс оборудован системой видеорегистрации. Эта система пишет обстановку внутри экзаменационного класса в режиме онлайн. Предусмотрена съемка из четырех секторов, соответственно, звуковое сопровождение. Накапливая информация хранится не менее 30 суток. Далее потенциальный водитель переходит на второй этап сдачи – практический. Кандидата по громкой связи вызывают в автомобиль, и он выполняет упражнения. Теперь на переднем сидении не инструктор, а инспектор ГИБДД. По новым правилам, практическую часть можно полностью сдавать в городе, не заезжая на автодром. Однако, если имеется специально подготовленная прилегающая территория, то упражнения – горку, параллельную парковку, заезд в гараж и новые испытания – разворот в ограниченном пространстве – можно пройти на автодроме. Дальше будущий водитель на том же автомобиле выезжает в город. Традиционные маршруты тоже отменили. Теперь есть перечень улиц, на которых может проходить экзамен. Во время поездки ведется видеозапись. Она может помочь подать апелляцию и оспорить решение инспектора. Также увеличили время сдачи практической части. Оно должно составлять не более 30 минут. Я думаю, кандидатам-водителям стало удобнее сдавать этот экзамен. Почему? Потому что есть возможность сдать положительный экзамен в течение одного дня. В рамках одного экзамена эта вероятность намного выше. Поэтому, я думаю, кандидатам-водителям это удобнее. В том числе и экзаменаторам, что сокращает время на прием экзаменов одного кандидата. Александр Самсонов сдавал на права по новым правилам. Рассказывает, что проходить испытания на одном автомобиле проще и удобнее. Не пришлось лишний раз сидеть в очереди. Ты ехал на одном и том же автомобиле, ты как более уже привык к нему. Ездил, автодром сдавал и сразу в город на нем поехал. Вроде как и радостно, и волнительно. Я даже не знаю, почему он волновался. Основные требования для получения водительского удостоверения не изменились. Сдавать могут кандидаты, которым исполнилось 18 лет, прошедшие обучение в автошколе и получившие медицинскую справку. Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.